О судьбе своей бабушки, жительницы блокадного Ленинграда Антонина Ярко, на уроке мужества рассказывает Ксения Ярко. Антонине Семеновне было 16, когда вражеские войска взяли город в удушающее кольцо. Днем девушка работала на заводе, ночью дежурила на крыше предприятия, гасила падающие бомбы. В 43-м Антонину эвакуировали в Куйбышев. О том времени бабушка вспоминать не любила, рассказывает Ксюша. Но даже ее редкие воспоминания создали у внучки представление о том, насколько тяжело было жителям блокадного города. Она видела это своими глазами, она ощущала это на себе все. Она понимала, что значит слово война. Сейчас для нас война – это просто понятие. Мы не понимаем, что такое истинная война и как это происходит. Я считаю, что нужно это обязательно помнить. Во-первых, это большой вклад, это история наша. И это люди, которые были там на войне, они сражались за наш, за наше будущее. 27 января исполняется 77 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Осада непокоренного города продолжалась почти 900 дней. Несмотря на холод и голод, отсутствие водопровода и постоянные бомбежки, многие люди до последнего не хотели покидать город. Ученики признаются – мужество и стойкость блокадников поражают. Сотрудники Ленинградского всесоюзного института растеневодства, в нем хранились семена всех растений, которые есть на земле. И вот эти голодные работники, несмотря ни на что, они сохранили эти семена, чтобы ничего с ними не случилось. В 154-й Самарской школе в честь памятной даты проходят не только уроки мужества. Для учеников в школьном зале славы проводят экскурсии, а также организована выставка рисунков. Главное – их заинтересовать. Понимаете, как преподнести. Это очень важно. Каким способом их увлечь. И ребенку будет нравиться все. И просмотр кинофильма, и экскурсии в зале боевой славы или интерактивные какие-то викторины, диспуты, дискуссии. При школе действует и тимуровское движение. Дети помогают ветеранам. В период пандемии волонтеры приносят пожилым людям продукты и лекарства. Педагоги считают, что только так, через личное участие и общение с ветеранами, дети смогут осознать значение подвига, который совершили их предки в период Великой Отечественной войны. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.